МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛЛАУ новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. В Кустанайские школы, где ранее были демонтированы турникеты, вновь возвращается эта система безопасности. Татьяна Калюжина расскажет подробности. С 1 апреля в Казахстане стартует прием заявлений для поступления в первые классы. Сделать это можно онлайн с помощью ЭЦП или же по старинке в бумажном варианте. Альяна Дасмагабетова с подробностями. Дефицит кадров. Кустанайские перевозчики, которые обслуживают автобусные маршруты, остро нуждаются в водителях. Они уже обратились в Минтранспорт, чтобы получение прав на категорию Д в Казахстане упростили. Настоящая фитолаборатория в квартире. Полиция задержала двух кустанайцев. Они выращивали кусты конопли, вес которых превысил 12 килограммов. В 12 школах Кустаная начали установку новых турникетов. Напомним, что прежний подрядчик решил договоры с учебными заведениями расторгнуть и забрать электронные проходные. Как отметили в отделе образования, новых подрядчиков школы нашли без особых проблем. Причем некоторые внедрили у себя и систему Face ID. Подробности у Татьяны Калюжной. В начале этого года подрядчик, который установил и обслуживал 13 электронных проходных с дополнительной функцией «Умная столовая», решил договоры с кустанайскими учебными заведениями расторгнуть. Свои турникеты фирма сразу не демонтировала. Ждали, пока школы определятся с новыми подрядчиками. Их нашли и с конца февраля они начали установку пропускных систем взамен прежних. Установка турникетов обычных где-то начинается от стоимости в 2 миллиона тенге. А если уже турникет поддерживает функцию Face ID, то, соответственно, это еще дороже, где-то 2,5 и выше. Обслуживание в год – это бесплатно. То есть, если, например, что-то ломается, поставщик приезжает, останавливает это в течение года самостоятельно, бесплатно. В школе-лицее номер один «Кустанай» подрядчик установил турникет 23 февраля. Детям уже раздали карточки для проходной системы. Причем, как отмечают представители школы, в этот раз турникет уже их собственность, а не как было ранее в аренде. Подрядчик, продолжают специалисты, у них из-за станы, и пока никаких сложностей с ним и с оборудованием не возникает. Здесь, видите, еще есть такой плюс, что при наличии, если вдруг чрезвычайная ситуация, конечно, они автоматом сами, вот эти лопасти турникета, они опускаются. То же самое касается отключения электрической энергии. То есть, как только электричество прекращается, подача, турникет тоже сразу автоматически лопасти опускает. То есть, проблем с выходом детей из стен школы уже не возникает. Сейчас новые турникеты не установлены в пяти школах. Это 8-я, 17-я, 23-я и 24-я. А в 29-й школе есть небольшая проблема с финансами. Сейчас подана бюджетная заявка на выделение денег. В остальных, отмечают специалисты, уже начат монтаж оборудования, который должен полностью завершиться к концу марта. Причем в семи учебных заведениях электронные проходные будут снабжены еще и сканером Face ID. Это, к примеру, в школах номер 3, 2 и 8. Валерий Тощев и Татьяна Калюжная, РТН. О безопасности детей позаботились и в Лисаковске. В местных учреждениях образования еще несколько лет назад установили тревожные кнопки и системы видеонаблюдения. Турникеты тоже есть, но они установлены только в школах. В детсадах это сделать невозможно, поскольку в зданиях есть сразу несколько отдельных входов. И эту проблему сейчас решают. Но с начала учебного года во всех образовательных объектах появилась специализированная охрана. Подробности в следующем сюжете. Во всех образовательных учреждениях Лисаковска для соблюдения безопасности детей и педагогов установлены тревожные кнопки, пропускные турникеты и система видеонаблюдения. А с начала этого учебного года была введена и специализированная охрана. Для школы это очень важно. Это необходимо, чтобы здесь на входе стоял человек, который имеет право досмотра. Человек, который снабжен рацией, металлоискателем. Из бюджета на эти цели выделено 84 миллиона тенге. Выбор охранных фирм осуществляется через госзакупки. Моя обязанность – поработать с металлоискателем, проверять посетителей, чтобы не занесли взрывчатку и острый режущий предмет не допускать. Ну что, следить за порядком в школе, чтобы дети не бегали. Под территорию у меня, согласно инструкции, два раза делаю. Наружно под и внутри два раза. Запасные выходы всё проверяю. Образовательными учреждениями Лисаковска заключены договоры с четырьмя разными охранными фирмами, которые имеют специальную лицензию. К ним предъявляются особые требования. Это прохождение медицинского осмотра, это отсутствие судимости, это отсутствие психических заболеваний, наркологической зависимости. Мы понимаем, что контингент у нас очень такой важный – это наши дети. И, конечно, сама спецохрана должна соответствовать всем требованиям безопасности. Если сад Мурагер посещают 210 детей, с недавнего времени здесь тоже появилась охрана. До сентября месяца 2023 года военизированной охраны вообще у нас не было. Пропускной режим проходили все, кто хотел. Все входы были всегда открыты. На данный момент работает только один вход. Наша полномочия входит за порядком, нужно смотреть и контрольно-пропускной режим, чтобы посторонние к нам не проходили. А если приходит, то мы пропуск временный выдаем и проводим по месту, куда нужно. В детских садах также есть камеры и тревожные кнопки. А теперь и спецохрана. Но вот турникеты здесь устанавливать нерационально. Если в школу у нас, как правило, один центральный вход основной, здесь обеспечить вот такой пропускной режим гораздо проще, чем в дошкольных организациях, в которых несколько у нас входов. И в частности, знаете, что в ясельные группы входы вообще отдельные, в каждую группу. Поэтому в Лисаковске решили найти другой способ безопасности. Сейчас продумывается вопрос об установке домофонов на дополнительные выходы из детсадов. Алина Альмишева при содействии телекомпании «Акцент». С 1 апреля в Казахстане стартует прием заявлений для зачисления в первый класс. Подать документы можно онлайн, через портал электронного правительства или непосредственно в школе. Сделать это нужно до 31 августа. Ожидается, что в новом учебном году в Кустанайской области в первый класс пойдут около 11 тысяч детей. Алия Дасмагомбетова продолжит тему. Если ранний срок приема в первый класс был с 1 апреля до 1 августа, то в этом году были внесены изменения. Теперь родители могут подать документы до 31 августа. Для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс, необходимо предоставить все затребованные документы. Еще один важный пункт – будущему школьнику должно быть 6 лет или исполниться до конца года. Для этого требуется заявление от родителей или законных представителей скан-копия свидетельства о рождении ребенка, скан-копия справки о состоянии здоровья ребенка – это форма номер 065У, скан-копия паспорта здоровья ребенка – форма 026У3, цифровая фотография ребенка – 3х4. При необходимости особых инклюзивных условий для ребенка потребуется еще заключение психолога медико-педагогической комиссии. Для подачи документов через электронное правительство необходимо авторизоваться на портале «Егов.КИЗ» через ЭЦП или с помощью СМС-пароля. На главной странице необходимо выбрать «Образование», далее раздел «Среднее образование» и пройти в раздел «Прием документов». Принимаются документы только в будни. Несмотря на то, что срок приема заявлений продлили до конца лета, в Управлении образования рекомендуют не откладывать это на последний день. Прием документов проводится по принципу «три к одному». То есть первые три заявителя принимаются с территории обслуживания школы, затем один заявитель с другого участка. Обращаем внимание родителей. Несмотря на то, что зачисления в первый класс проводятся до 31 августа, количество класс-комплектов в школах ограничено. В востребованных школах областного центра свободные места заполняются значительно раньше даты окончания приема. В этом году в Косновской области в первый класс пойдут около 11 тысяч детей. При этом в Управлении образования напомнили, что в гимназиях и лицех с этого года отменили вступительные экзамены. Поэтому зачисления туда будут на общих основаниях в порядке очередности. Как только организация наберет достаточное количество первоклассников, набор сразу закроется. Хамзан Урпийсов, Алияда Смагомбетова, РТН. Другим темам. В Кустанае дефицит водителей автобусов. Об этом всерьез говорят подрядчики, занимающиеся пассажирскими перевозками. По их словам, большая часть их работников уже предпенсионного возраста, а молодых кадров не так уж и много. Причем такая ситуация не только в нашем регионе, но и по всей стране. О том, что предлагается сделать, чтобы решить проблему, расскажут мои коллеги. Серик Искаков водителем общественного транспорта работает уже 11 лет. Сейчас он периодически заступает на дежурство по маршрутам, то десятки, то восьмерки. Встает он в 5 утра, потому что должен не только вовремя добраться до работы, но и пройти медосмотр, проверить транспорт и только затем выходить на линию. А все это требует времени. Да и вечером порой только после 23 часов попадает домой. Работа очень тяжелая. Во-первых, то, что с утра до поздна. Во-вторых, тоже вот сейчас вот обелечиваем сами, за дорогой следим. Пассажиры наглые, потому что мы ничего не можем сделать пассажирам. Что-нибудь скажет, страна телефон снимает и все. И водитель не защищен, ни с какой стороны не защищен водитель. Только вот клиент прав, можно сказать. Даже маленький пацан тебе что-нибудь скажет, ты ничего не можешь сказать. Зачастую именно поэтому ему периодически хочется сменить место работы. Говорит, водители сейчас очень многим нужны. И он прав. В профессиональных шоферах нуждаются и сами перевозчики общественного транспорта. И не только в нашем городе. Дефицит этих кадров испутывают все регионы Казахстана. По словам представителя компании-перевозчиков Кустаная, причина кроется не только в том, что сама по себе профессия непростая, но и в том, что получить доступ к работе на автобусах очень непросто. К примеру, в их компании почти 60% водителей старше 50 лет. И в молодых кадрах они нуждаются остро. Водители, получается, прежде чем открыть категорию D, они сначала должны отучиться на категорию D1. Это микроавтобус с вместимостью до 15 мест. Затем должно пройти 3 года. То есть он должен получить опыт вождения на транспортном средстве категории D1. И только через 3 года он может пойти на водительские курсы, пройдя их, успешно сдать в автоционе, в вождении. Кустанайские перевозчики уже обратились в Минтранспорта с просьбой уменьшить стаж для категории D1 с 3 до 1 года. Помимо этого, по словам специалистов, предлагается снизить требуемый возраст для доступа к работе на общественном транспорте с 25 лет до 23. В свою очередь, министерство с этим полностью согласно. Эти предложения уже находятся на рассмотрении в Можелисе. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. Продолжаем выпуск. Мини-плантация в двухкомнатной квартире. Более 12 килограммов растений, содержащих наркотические вещества, изъяли кустанайские полицейские. Задержаны двое людей, которые создали эту фитолабораторию и ухаживали за ней. Подробности в следующем сюжете. Фитолаборатория называет кустанайские полицейские найденную ими тайную комнату. В двухкомнатной квартире двое энтузиастов преступного отдела сделали из мягких материалов отдельное помещение для выращивания коноплей. Причем той, которая содержит наркотические вещества – канабиоиды. Его оборудовали светодиодными лампами, датчиками температуры, вентиляцией, системой орошения. До лучшего роста растений использовались удобрения. Квартиру растениеводы снимали. Сначала жил основной, потом он съехал. Хозяйке он сказал, что в этой квартире далее будет жить мой брат. То есть близкий мой человек, далее мы продлеваем аренду. Вот. Заехал в эту квартиру второй, вот, подозреваемый. И далее начал ухаживать, выращивать, удобрять. Соседи, как выяснили, оперативники ничего не подозревали. Квартиросемчики не шумели, ничем подозрительным в доме не пахло, пока за закрытыми дверями под покровом полиэтиленовых стен поднималась к искусственному свету марихуана. Было изъято более 12 килограмм растений конопли. Более шести кустов. Такие вот большие, такие вот добротные. Задержанные мужчины, по данным полиции, нигде не работали. Ранее они оба были судимы. В качестве меры пресечения суд назначил им подписку о невыезде. Один состоял на учете по категории наркоман. Когда задали вопрос в ходе следственных действий, они ответили, что для личного употребления выращивали. Но сейчас выясняется обстоятельство, возможно, для сбыта и так далее. То есть все версии отрабатываются. Проверяется и причастность задержанных к совершению иных преступлений. Заворачивание конопли, максимально предусмотренное уголовное наказание, лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Виктор Ваташко, Виталий Луговской, РТН. В то же время полицейские работают над выявлением правонарушений в сфере законного оборота наркотиков. Как и по всей республике, в Кустанайской области проведена операция под названием «Дармек» – допинг. В результате установлены и факты отпуска препаратов без рецепта, и нарушения правил обращения с наркотическими веществами, и несоответствующая техническая укрепленность помещений для их хранения. Промышленные объекты и медицинские учреждения на территории Кустанайской области усиленно проверяли полицейские в течение пяти дней. В регионе проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дармек», направленное на выявление правонарушений в сфере законного оборота наркотиков. В первую очередь мы обращаем на тот момент, чтобы те организации, которые имеют лицензию на работу с прекурсорами, они относились бережно и строго к этим предметам, чтобы не упустить момента, чтобы у них была утечка таких прекурсоров. Они могут повлечь тот момент, когда люди, используя данные нарушения, появится у них возможность использовать эти прекурсоры для производства различных синтетических наркотических средств. Возможно, именно благодаря деятельности полиции в Кустанайской области не зафиксировано случаев использования легальных препаратов для производства запрещенных веществ. В ходе этой операции выявлено несколько фактов нарушения правил обращения с наркотическими и психотропными веществами. Данные нарушения были выявлены в городе Аркауке, а также в Саркольском районе и в городе Рудном. Также были выявлены четыре факта по статье 427 Кодекса об административных правонарушениях. Это нарушение требований технической укрепленности помещений, где хранятся психотропные либо различные наркотические вещества. За первый вид нарушения отмечают полицейские, предусмотренные уголовной ответственность в зависимости от тяжести проступка. За неподготовленность хранилищ для наркотиков и психотропов как минимум могут назначить штраф. В судебном порядке на юридическое лицо и различные штрафные санкции предлагаются. Вплоть до приостановления вида деятельности лицензии на работу с прекурсорами. Выявили полицейские и несколько фактов продажи препаратов, которые должны отпускаться по рецепту врача. Наказанием провинившихся в данных случаях занимаются уже специалисты фармконтроля. Виктор Ваташко, Наталья Луговская, РТН Кустанаяц стал финалистом знаменитого кулинарного шоу «Битва шефов». Владислав Дикарев, или как многие его знают, «Дикий шеф», работает шеф-поваром в одном из кустанайских ресторанов. Изначально к своей карьере он относился несерьезно, но в 18 лет все изменилось. Чем так привлекательна профессия повара и как мужчина оказался на съемках в Москве, расскажет Алина Альмишева. Больше 10 лет своей жизни Владислав Дикарев посвятил профессии повара. Молодой человек поделился, что выбор профессии произошел совершенно случайно и неосознанно. В 2008 году после окончания школы Владислав долго не выбирал, кем же он хочет стать. Так вышло, что пальцем ткнул в количество профессий, которые предлагал лицей, и попал на повара. Но как-то не хотелось учиться, больше хотелось гулять, кайфовать. И в один прекрасный момент, когда совершеннолетним уже стал, понял, что меня могут отчислить, и взялся за ум, начал учиться, уже более вникать в эту профессию. Сейчас он работает шеф-поваром в одном из кустанайских ресторанов и параллельно ведет собственные проекты. В своем деле самым главным считает подбор команды и атмосферу на рабочем месте. Но больше всего любит свою работу за возможность импровизации и пространство для творчества. Любовь готовки заключается в том, что пофигу, выспался, не выспался, обожженные руки у тебя от масла или нет. Я все равно встаю, иду на работу, я все равно встаю и готовлю. Любовь-то, когда у тебя 50 человек в зале, а кухня не успевает. Все орут, но стараются отдать все максимум. Это круто, это и есть кухня, это и есть любовь, семья. 4 марта в эфир вышел финальный выпуск телепрограммы «Битва шефов». Молодой человек признается, что хотел пойти на проект еще несколько лет назад и даже отправил заявку. Однако что-то не срослось. В этот раз продюсеры телеканала сами позвонили Владиславу и предложили принять участие. В итоге шеф-повар дошел до финала. Я даже вчера пересматривал прямой эфир, я понимал, что, ну, насколько бы у меня опыта не было, все равно в банальных вещах я на импровизации терялся, потому что время ограничено, ограничен ресурс какой-то, и ты торопишься, бегаешь, что-то суету новоешь. Та команда, которая наша была, Рената Акзамова, мы друг другу старались помогать. Нам было пофигу, что мы за первое место боремся, и даже между собой мы все равно старались друг другу помогать. И это круто, это хороший опыт. В финальном выпуске кустанайский шеф приготовил щуку с томленными овощами и соусами. К сожалению, победителем стал другой участник. Но, несмотря на это, Владислав не унывает и строит грандиозные планы на будущее. На данном этапе меня приглашают на другой большой проект, который будет длиться около двух или трех месяцев съемок. Я пока в раздумье. Так, в городе мы открываем еще несколько заведений. Я открываю, точнее, уже другие заведения, не относящиеся к месту, где я работаю. Мы развиваемся, стараемся внести что-то новое. На вопрос о возможности переезда мужчина ответил, что кустанай его устраивает, и он хочет развиваться параллельно вместе с ним. Олжас Есенжигитов, Алина Альмишева, РТН. Такими были события дня у меня. На этом все. До свидания.